Привет! Давайте рассмотрим инструмент, который подходит крупным компаниям, создающим большие продукты, большие услуги, в рамках развития и поддержки которых задействовано огромное количество сотрудников в командах, в отделах. Инструмент называется Big Room Planning. В чем верхнеуровневая идея? Раз мы не знаем на таком большом масштабе, кто и какое воздействие должен оказать на цель, на ключевые результаты, да еще и кто от кого зависит, кто с кем должен договориться, чтобы совместные усилия нас продвинули. Давайте их соберем в одном большом помещении и не выпустим из него, пока они не договорятся. Соответственно, на фотографиях вы видите это одни из первых экспериментов на территории Российской Федерации, которые проводились с ребятами из Сбербанка. Здесь примерно 250 человек. Как это все работает? Во-первых, смотрите, в эту историю достаточно страшно идти без человека, который хотя бы хоть раз это умел делать. Все-таки возьмите фасилитатора, который умеет, знает, как такое проводится. Он вам поможет продумать большинство деталей заранее, несмотря на то, что все равно что-то пойдет не так. У вас должны быть визуально видны все нужные инструменты. Например, сколько времени осталось до начала презентации? Какой у нас план сессии по времени? Где мы сейчас находимся? Есть ли у нас под рукой необходимая раздатка информации и так далее? Удобно ли взаимодействовать командам, есть ли у них рабочее пространство и так далее? Все это надо продумать. В принципе, есть даже фреймворки, например, ScaleTagile фреймворк, который за нас уже продумал повестку. То есть, что в какой момент нужно делать, чтобы мы максимально эффективно пришли к конечному результату. То есть, к согласованным целям на квартал. Давайте рассмотрим, как это происходит на практике. Вот, например, адаптация этой повестки для строительной компании. Контекст был какой? Заранее неизвестно было, какие цели будут сформированы и вокруг каких команд их можно будет запустить в работу. Общая логика повестки в чем? Мы презентуем бизнес-контекст. Дальше просим потенциальные команды, то есть руководителей и экспертов на местах, ответить на вопрос, как вы можете повлиять, какими инициативами на достижение целей, которые презентовали на уровень всей компании. Ребята собирают таким образом черновики, презентуют, получают замечания, перерабатывают. И так проходят несколько итераций до финальной защиты. Защиты целей, которые мы запустим в этом квартале. С чего начинается, соответственно, сессия? Надо рассказать, что с точки зрения всего бизнеса или всего большого продукта, который мы хотим улучшить для клиента, мы хотели бы изменить. Классно, если ваш бизнес презентует это в метриках. Например, мы хотим снизить время обслуживания на каких-то этапах предоставления нашей услуги или поддержки с такой-то текущей цифры до такой-то целевой. Соответственно, сверху это Сбербанк, снизу компания Ксола. Обратите внимание, бизнес хоть и удален, находится в Америке, а R&D-подразделения в России в городе Перми, все равно мы их стыкуем по видеоконференц-связи. Невозможно такое действие делать без стыковки бизнеса и команд развития. Также привлекайте ваших экспертов, то есть людей, которые могут провести трассировку от необходимого изменения метрик от бизнеса к тому, что конкретно нужно сделать будет командам на местах. То есть какие доработки нужно будет сделать, как изменить архитектуру и так далее, и так далее. Это вот был пример выступления корпоративного архитектора. Дальше. Команды отправляются в свободное брожение. Американцы это называют сворминг или жужжание-раение. В чем идея? Командам, конечно же, говорится в каком формате и когда. Через два часа они должны будут презентовать черновики планов. Но им дается возможность взаимодействовать межкомандам. В любой момент времени все знают, какое подразделение или какая команда в каком месте находится. Если это в онлайне, аналогично знают, в какой виртуальной комнате. Соответственно, на лету можно быстро передоговариваться. Конечно же, действительно дается инструмент прихождения к конечным целям на квартал посредством следующего формата. А давайте примерно разложим, какие инициативы в направлении улучшения метрик, презентованных нам бизнесом, мы можем предпринять. Давайте примерно прикинем, влезет ли это в нас с точки зрения нашей ресурсной мощности. Давайте рассмотрим риски и после этого сформируем. Окей, если это все сделать с учетом этих рисков, каких целей мы бы могли добиться. Кроме этого, мы формируем еще карту зависимости между подразделениями. То есть, смотрите, это часто называют доска зависимости. По горизонтали у нас расположены линейки отдельных команд, отдельных подразделений. Вертикальные отбивки это, допустим, двухнедельные циклы, если у вас команды работают по скрам-процессу этой фитерации. Или делают иногда просто месячные отбивки. То есть, слева направо это, по сути, временная дорожная карта квартала. На стикерах раскладываются крупные работы, которые делает команда. И ниточкой красного цвета протягивается зависимость от одной команды к другой. Кто кому, в какой момент времени, что обещает сделать, а те забрать и интегрировать эту работу в конечный результат. Это горизонтальные договоренности меж командами. В итоге получаются цели. Как видите, с левой стороны цели не очень смарт и не очень икар. Но лихая беда начала. Смотрите, в истории стройки, о которой я говорил ранее, мы делали немножко в другом формате. Там контекст был какой. Заранее неизвестно было, какие специалисты нам потребуются в соответствующих командах и вокруг каких целей. Соответственно, владельцы OCR формировали не только Objective and Key Results. И видите, получали на них обратную связь. Это вот красные стикеры напротив цели или соответствующего ключевого результата. Те стикеры, которые с галочками. Это означает, что на предыдущей презентации это замечание было устранено и автор замечания это подтвердил. Но есть еще не устраненные замечания. А вот ниже, смотрите, формируется команда. То есть в рамках обсуждения этой цели с соответствующими руководителями подразделений мы понимаем, какие специалисты нам нужны, на какой процент времени. И прям напрямую можно уже договариваться о выделении этих ребят с их руководителями. Вот видите, где-то было замечание, но его устранили. С правой стороны вы видите, что сама цель и ключевые результаты также были сформированы с помощью системного инструмента Impact Mapping. Вот эти два артефакта презентовались. Собирали замечания и устранились. Ну вот как пример, как это выглядело вживую. Вот видите, различные подразделения, закупки, архив и прочее-прочее, они формировали таким образом цели. Смотрите, как красиво они выводили надписи на своих флюкчерках. Как примерно выглядит презентация, то есть сбор замечаний конкретным владельцам ОКР. В рамках презентации чаще всего основную обратную связь дает бизнес. По факту, смотрите, вы стыкуете бизнес, который отвечает за какие-то операционные KPI, ну и соответственно их улучшения. Стыкуете с тактическими целями, которые реализуют команды на уровне квартала. То есть бизнес говорит, да, кажется ваша цель с такими-то ключевыми результатами приведет к улучшению метрики, за которую я отвечаю. Или нет, ребят, давайте вот здесь то-то исправим. То есть вы вертикально согласовываете команды. Да, вот так эта презентация в компании Главстрой выглядела. Там была приемная комиссия из генерального директора, директора по персоналу и финансового директора. И да, как бы была забавная у ребят ситуация, которую мы превратили в мемчик. С одним из проектов, который даже мы, ведущие, считали, что не надо пускать в работу. И вот мой коллега Иван Сильверстов думает, надо же убить этот проект, не пускать его в работу. Ну, потому что цель непонятная, ключевые результаты непонятные. Короче, все очень достаточно туманно. Но генеральный директор почему-то дал зеленый светом эту проекту. Мы потом поняли почему. Потому что каждую неделю будет еженедельный прогресс собрания по этой ОКР. Соответственно, придется и доработать цель, и наконец-то начать двигаться с реальными достижениями по ключевым результатам. Как еще доску зависимости используют? Помните, кроме вертикальной согласованности бизнеса с вашими командами развития, мы еще на большом масштабе вынужденным не можем без этого не простроить горизонтальные договоренности между командами. Привлекайте все, как можно большее количество смежных подразделений, от которых у вас зависит работа этого квартала. Здесь история про то, что, смотрите, две нижние строчки на доске зависимостей. Это не IT-команды, это вот техопс, это администраторы, а также юристы, маркетинг и дизайнеры. Видите, с ними тоже проговаривались зависимости. Риски. Рассмотрите риски и постарайтесь их превратить в конкретные задачи. Классно, что если в формате Objective-in-Q Results вы стыкуете бизнес с командами, бизнес с большей готовностью начинает помогать командам устранять их проблемы в зоне своих более широких обычно полномочий. Потому что команды им презентуют риск, какую конкретную цель или какой конкретно ключевой результат может подорвать на уровне квартала. В конце сессии рекомендуем проверьте команды на их готовность вкладываться в эти цели, топить в рамках этого квартала. Уверенность в том, что действительно цели адекватные. Самый простой инструмент, попробуйте провести голосование пятерней. Пять пальцев поднимут только супер оптимисты. Если четыре пальца поднимают ваши ведущие специалисты, значит план вполне себе классный, можно расходиться. В среднем, если у вас три по всему подразделению, средняя или медиана, кажется, стоит план еще доработать. Дайте командам время, для того, чтобы они могли улучшить свой результат. Продолжение следует...